что такое духовный рост ну можно было бы не отвечать на этот вопрос но его задают на самом деле очень я не люблю этого вопроса но отвечаю потому что на самом деле очень часто очень много на эту тему задается вопрос а по сути дела такого понятия духовный рост в именно в таком контексте в священном писании нет и тем паче в священном писании нового завета вообще это фразеологизм не пришел не из христианства хотя ну вот судите сами младенец евангелие от луки младенец же возрастал и укреплялся духом исполняясь при мудрости и благодать божья была на нем возрастал младенец прямом смысле слова возрастом и укреплялся духом не возрастал духом а укреплялся дух второе послание апостола петра но возрастайте в благодати и познание господа нашего и спасителя иисуса христа возрастайте в благодать послание колоссиным что поступали достойно бога во всем угождая ему принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании бог опять-таки как у апостола петра возрастая в познании ну и очень важный вот в этом смысле общее так скажем новозаветное свидетельство о принесении плодов то есть мы си вот само возрастание предлагает именно растительные растительный ландшафт то есть человек возрастает как возрастает дерево когда она возросла она приносит плод послание к фессалоникийцам всегда по справедливости мы должны благодарить бога за вас братья потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами то есть тут возрастает человек вере развоза возрастает и вера и умножается любовь причем любовь проявляемая именно в отношении другим людям не любовь к богу любовь в отношении друг к другу вот то есть на самом деле священное писание нового завета она говорит о том что человек да он растет естественно но это не не духовный рост так как мы обычно понимаем эти слова взяты из каких-то вот иных источников иных вот сборников обычно это изначально философские книжки или скажем такое философское понимание христианских слов вот изначально это пошло оттуда духовный рост на самом деле в самом священном писании мы таких такого выражения не встречаем и даже сколько-нибудь похожего не встречаем потому что при внимательном чтении мы видим что речь идет о том что возрастание человек совершает вере в благодати в познании в любви это несомненно все действия святаго духа но это не собственно духовный рост это проявление каких-то конкретных действий стул человека умножается вера умножается любовь он полнее и полнее соединяется с богом во христе а значит у него обильнее и обильнее ощущение ощущается окружающими его людьми ощущается благодать божия которая в нем то есть по сути дела все это слова обозначающие глубокое соединение глубокое единство конкретного человека и бога то есть это не скажем так не наполнение какой-то силой какой-то силой человеческого сосуда вот он так все становится все более духовным 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 нет он становится более благодатным он становится он начинает больше любить он глубже Соединяется с Богом Он терпеливее Поскольку возрастание веры Именно этим проявляется Он терпеливее в отношении к скорбям Да, это все Повторю, действия святого духа Но когда мы говорим О духовном росте Мы что имеем в виду? Что стоит в реальности За духовным ростом человека? Что мы говорим, когда Свидетельствуем у человека, что он Духовно возрос В чем это проявляется? Мы, ну вот Это один из тех Фразеологизм, за которым Как знаете Живая вера Или например Живая церковь Духовность Это привычные Всем слова, за которым Если вы начнете размышлять Ничего не стоит Это штамп Который Ни о чем не свидетельствует Он Как бы Мы все вроде бы понимаем Что под этим Глубоко верующий человек Глубоко верующий человек Объясните А не глубоко верующий человек Что это будет такое? Мы используем Множество слов За которыми Стерлось Стерлось Изначально Какое-то содержание Вообще Подлинное содержание Вообще А тем более Содержание Собственно Евангельское Новозаветное содержание Ушло Если мы сравниваем Тексты Нового Завета Вот С той Собственно Проблематикой Которая поднимается Вот этим выражением Духовный рост То речь идет Об углублении О все более теснейшем Соединении Христом А значит Изменении Личных Отношений Со Христом Это Личные отношения С кем бы то ни было А тем более Со Христом Никак Не могут быть Скажем Выражением Эквивалентом Духовного роста Соотноситься С духовным ростом Или тогда мы должны Скажем Подчеркнуть Что подразумевая Духовный Под словом Духовный рост Мы подразумеваем Что Личные отношения Человека Со Христом Меняются Человек Духовно растет Потому что Его отношения Со Христом Меняются Внутренне Для человека Переживающего Это Это проявляется В личных Переживаниях В личных Откровениях В умилениях В слезах В покаянии И он никак Не может оценивать Это как Духовный рост То есть Он-то видит Любовь Божью Изливающуюся Него Своё негожество Своё несоответствие И свою Неспособность Принести В ответ На эту любовь Адекватные Плоды Любви Он старается Он трудится Но видит Что у него Это Получается Плохо Вот Что он по-прежнему Невоздержан Что он Некроток Что он Не Там Что там Немилостив Что он Раздражается Что он Где-то там Еще по каким-то Страстям Происходит Что подлинного Плода Духа Он еще Не принес И он Сокрушается И смиряется И плачет Поэтому Сказать Что я Знаете Духовно Вырос Человек Переживающий Личное Углубление Обглубление Личных отношений Со Христом Он Не может Так сказать Он не может Так почувствовать Он не может Вообще Вместить В свой Опыт Внутренний Соединение Своей жизни Со Христом Вместить Вот как-то Найти Применение Этому фразеологизму Духовный Рост Не получается А внешне Вот И тоже Понимая Преломляется Не как Духовный Рост А как Принесение Плодов Духа Люди Видят Они не знают Что испытывает Человек Он может Ночью Ревет От того Что он Не соответствует Своему Назначению Призванию Не соответствует Той любви Которая На него Изглась Но люди Его Знающие Берут Эти Плоды Духа Его Плоды Любви Там Или Еще Какие Полы Молитвы Или Там Плоды Воздержания Или еще Что-то Не пользуются Этим Плодами И они Тоже Не Воспринимают Это Как Духовный Рост Они Воспринимают Это Как Человека Который Добр Который Снисходителен Который Там Скажем Терпелив Который Нежен Который Дерзновенен В молитве Вот За Их Простые Нужны Человеческие Вот Они Никак Не Ну Вот Скажем Тоже Не Вкладывается Вот В это Прокрустово Ложе Духовного Роста Люди Воспринимают Человека Просто Как Доброго Человека Как Открытого Человека Как Светлого Человека А Когда мы Говорим О духовном Росте Мы Ведь Что Предполагаем Мы Предполагаем Что Человек Вырос Настолько Что Стал Для нас Недосягаем Но Если Он Для нас Недосягаем Какой Же Духовный Рост Ведь Первый Плод Духа Есть Любовь Радость Долготерпение Милосердие Кротость То есть Те Качества Которые Скажем Проявляются В отношении К людям Если Мы Воспринимаем Что Человек Далеко От нас Отстоит Мы Не Чувствуем Того Света Который На него Изливается Мы Не Чувствуем Той Любви Которая На него Изливается То Человек Не Духовно Вырос Он Духовно Погряз Вот Он Запутался В Духовности И Очень Далеко Ушел От Христа А значит От Подлинных Плодов Святаго Дух Вот И Вот Это Понимание Того Что И Понятно Что Тем более Духовный Рост Осознать Не Может Сам Человек Если Он Подумает Что Он Духовно Растет То По мысли И Священного Писания По мысли Всех Отцов Он На Очень Опасном Пути Потому Что Когда Ты Думаешь Что Ты Растешь Ты Очень Близок Падение Это Само Понимание Роста Оно Надмивает Тебя Вот Буквально Ты Растешь То Есть Ты Теперь На Все Окружающее Смотришь С высока Ну Значит Ты Можешь Упасть Потому Что Это Мнение О себе Вот Фарисей Очевидно У него Был Духовный Рост Поэтому Он Говорил Что Благодарю Тебя Господи Что Я Духовно Богатый Человек А не то Что Этот Мытарь Это Человек Духовного Роста Он Так Примерно Воспринимает Реальность И это Богом Христом Осуждается Вот Скажем Так Пишет Апостол Павел В послании К филиппийцам И молюсь О том Чтобы Любовь Ваша Еще Более Более Возрастала В познании Всяком Чувстве Что Познавая Лучше Вы были Чисты И непреткновенны В день Христов Исполнены Плодов Праведности Иисусом Христом В славу И похвалу Божией То есть Я молюсь О том Чтобы Ваша Любовь Возрастала Чтобы Плодов Становилось У вас Больше Чтобы Вы на страшном Суде Не Были Постыждены Но Все Что у вас Есть По сути Дела Все это Во славу Божью То есть Мы не можем Сказать Видя Подлинно Духовного Человека Мы говорим Слава Богу Благодарение Богу Что есть Такие люди А не Восхищаемся Его Недосягаемой Духовной Высотой Поэтому Сам Фразеологизм Не Христианского Вот Семантического Ряда Он не отражает Христианскую Духовную Практику Но если Непременно Нужно Как-то Это сопоставить То Духовный Рост Применим К жизни Каждого Конкретного Христианина Будет Возрастание В Духе Святом А это Значит В смирении Любви Кротости Долготерпении А это Значит Человек Все более И более Познает Самого Себя Свою Немощь Свои Грехи Свои Слабости И все Ближе И ближе Приближается К Свету Божьему Который Через Него Через Этого Человека Изливается На других Людей Но человек Не видит Себя Со стороны Он Видит Только Себя Внутренность Свою В свете Божественного Божественной Правды И божественной Любви Внеси свой Вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Субтитров